Совсем скоро минчанка Виктория Островская станет мамой. Однако готовиться к рождению дочери ей придётся одной, потому что отец девочки и будущий муж Виктории сейчас в тюрьме и признан политзаключённым. 26-летнего Максима Павлющика задержали возле стихийного мемориала на месте гибели Александра Тарайковского. Коммунальщики неоднократно засыпали солью надпись «Не забудем», но горожане раз за разом её восстанавливали. 9 сентября несколько букв написал и Максим. С самой ситуации я не видела, то есть конкретно, но с его слов он встретил девушку Марию Бобович, которая с ним по делу проходила, и просто стоял смотрел, как она рисует надпись. То есть изначально ей дали какие-то люди краску, как она сказала, и просто сказали, ты иди порисуй, а мы вот тут постоим, посмотрим, чтобы тебя не забрали. На что Бобович согласилась, потом мой Максим предложил ей помочь. Взял кисточку, дорисовал три буквы, да, дорисовал три буквы, и через 10 минут приехала милиция, их задержали. Максиму Павлющику присудили два года колонии по статье «Хулиганство». Судебный процесс Виктория считает пристрастным. Это было видно невооруженным глазом, что действительно просто вот все, что делали наши адвокаты, это все просто отклонялось. Все наши ходатайства, все наши жалобы какие-то, это все было отклонено. Вплоть до справок о беременности, инвалидности Максима родителей. То есть изначально их удовлетворили, а в конечном итоге это не сыграло вообще никакой роли. До задержания Максим даже не ходил на митинги и марши, говорит девушка. Он раскаивается, но не за поступок. Он раскаивается за то, что он просто оставил нас тут. Как бы вот так. А в остальном, как бы поступок, я его научила говорить то, что ты герой в своем поступке. На сегодняшний день. Все, и он принял эту позицию, ему так даже легче. Я говорю, тебя никто не осуждается. Наоборот, очень большое количество в Беларуси людей тебя поддерживают. После приговора Виктории удалось получить несколько свиданий с Максимом, но в основном они общаются с помощью писем. В них политзаключенный пишет, что смирился со своим приговором. Недавно она как раз получила очередное письмо. В последнее вот его письмо он пишет, что «Каждое утро, проснувшись, я наступаю на мину, которая разрывает меня на кусочки. На протяжении дня вера в вас придает мне сил собрать себя по частям. Поздравляет нас тут с Рождеством». Пишет, что «Очень рад, что закончились праздники». Думает, время будет теперь идти намного быстрее. Но у них в том время действительно как будто остановилось. Он мне неоднократно это говорил. Пишет «Время, идет срок. Если честно, поначалу я переживала, но теперь смирился и остается только ждать и жить дальше. На этом ничего не заканчивается. Дальше дорога домой, иначе никак. Домой к вам, мои дорогие, домой туда, где мой смысл, туда, где у меня прекрасные родители, самая замечательная жена, а также моя любовь, наша дочка, свет в этом мраке». Во время последнего слова на суде Максим пообещал своей девушке, что они обязательно распишутся. Свадьбу молодые люди планировали сыграть в ноябре, но теперь узаконить отношения придется в СИЗО. Потому что других вариантов больше нет. Это все будет длиться в течение 7 минут, то есть 2 минуты на роспись, 5 минут, чтобы постоять друг с другом. А потом, ну все, и меня уведут, и его тоже. Ну то есть официальные документы выдадут, свидетельство о браке у нас будет. Обычная процедура, подписание договора. Не надо никакой официальности, нарядов, платьев, никто этого не будет делать. Готовиться к рождению дочки без мужа тяжело, но Виктория очень благодарна за поддержку неравнодушным людям, которые помогают со всем необходимым. По ее словам, Максим очень хотел дочку и переживает, что она родится без него. Это самая больная для него тема. Ну то есть каждый раз, когда я приходила на свидание, когда, то есть говорила об этом, ну, говорит, я не переживаю, как бы, ну, ты же выйдешь, она еще маленькая будет, все. Он говорит то, что, ну, я этого просто, ну, я вообще, это единственное, за что я переживаю сильно. За что мне плохо, что меня, ну, что не дает мне покоя, в принципе, и он постоянно плачет. То есть когда затрагивается на тему, он постоянно плакал. Сейчас Виктория старается по максимуму поддержать Максима в тюрьме с помощью писем и передач. Правда, с перепиской бывают проблемы. Виктория не уверена, что все ее письма доходят до адресата.